8 сентября во всем мире журналисты отмечают День Солидарности. Этот праздник учредили в 1958 году на 4-м Конгрессе Международной Организации Журналистов. А приурочили его к печальному событию 1943 года, когда в Германии нацисты казнили чехословацкого журналиста и публициста Юлиуса Фучика. Книгу-репортаж с петлей на шее он написал уже под арестом. За нее в 1950 году Фучика посмертно удостоили премии мира. Свою солидарность с коллегами в этот день журналисты печатных и электронных средств массовой информации продемонстрировали необычным способом, выйдя на утреннюю зарядку в свой сквер около Дома Печати. Обычно на таких мероприятиях журналисты делают репортажи, но сегодня принимают непосредственно участие. Вот так необычно в сквере журналистов начался рабочий день у представителей телевидения, радио и газет. Идея оторвать работников, пера от компьютеров и заставить поработать не только мозгами принадлежит союзу журналистов. Судя по всему, самыми солидарными оказались сотрудники национальной телерадиокомпании. На зарядку вышла не только редакция радио и телевидение, но и, к примеру, коммерческий отдел, менеджер по персоналу и редактор сайта. Очень веселые такие упражнения, бодрят, особенно в понедельник утром. Не зря журналисты очень порядочные люди оказались. Трудоголики занимаются. Я думаю, что это необходимо хотя бы один раз, ну я не знаю, в половину дня, в 12 часов встать всем, поднять руки вверх, руки шире, побегать, попрыгать для того, чтобы вернуть эту бодрость себе. При выборе упражнений специфика профессии учитывалась, отметил инструктор. Ну, журналисты, они тоже люди, им нужны все упражнения, но особенно, наверное, для спины, потому что они много сидят за компьютером, пишут постоянно, что-то думают, скрючиваются. Им нужна осанка и здоровая спина. Устраивать себе подобные разминки каждый день, скорее всего, не будут, честно признались коллеги. Однако знающие люди убеждены, даже если изредка польза будет. Я сама сегодня получила массу удовольствий, заряд бодрости, и думаю, сегодня у меня день сложится отлично. И, конечно, сегодня были такие упражнения, не только они просто так стояло и махали, но польза для мышц, для рук, для ног, вообще очень классная зарядка. Кстати, как и мы, наши коллеги не упустили возможности, даже разминая различные группы мышц, не оставили свои профессиональные обязанности. Так что о необычном спортивном утре в ближайшее время расскажут, покажут и напишут. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.